Иосиф Гольман. Не бойся, я рядом. Мужчина шел неторопливым, но уверенным шагом, явно осознавая, куда и зачем идет. Одет он был по-летнему, однако не как молодежь, легкомысленные майки да шорты, а довольно солидно, в костюме, соответствующей рубашке. Разве что по случаю лета без галстука. Но так и вид у него был немолодежный. К сорока товарищ либо подобрался, либо даже слегка перешагнул. Причем возраст свой не скрывал, никакой борьбы с уже оформившимися залысинами. Да и живот, принадлежащим тчане и родении, мог бы быть слегка поменьше. Хотя, конечно, лысым или расплывшимся данного товарища назвать было бы неправильно. Точнее, преждевременно. Еще лет десять в том же направлении, вот тогда да. Но это лет через десять, не раньше. В правой руке мужчина нес сумку из плотной темной материи. Не слишком большую, слегка вытянутую в длину. Очевидно, что-то в ней было весомое, потому что во время ходьбы он едва заметно наклонялся в сторону груза. Мужчина шел через почти безлюдную липовую аллею. Деревья за десятки, а то и сотни лет здесь так разрослись, что июньское солнце, был самый долгий день в году, с трудом прорывалось сквозь кроны. И то лишь раздробленное на тысячи мелких солнечных зайчиков. Зайчики весело скакали по изредка проходившим внизу людям. Но жар от такого солнечного обстрела был несравним с ощущениями, которые испытываешь на открытом месте. Народу на аллее и в самом деле было немного. Врачи работают, для посетителей неприемный час. А больные, те, кто по физическому состоянию мог бы прогуляться по тенистым больничным дорожкам, пока еще на процедурах и обследованиях. Вот пройдет обед, потом сон, тогда и появится на здешних теренкурах страждущая свежего воздуха публика. А пока что мужчина шел почти в полном одиночестве. Даже дорогу не у кого спросить. Хотя уже есть у кого. Бабка в застиранном несвежем халате собралась пересечь аллею, подойдя по узкой боковой тропке. Она переваливалась на больных ногах, как утка, да еще катила перед собой тележку с горкой постельного белья. — Не подскажете, как мне морг найти? — спросил мужчина бабку, скорее всего, санитарку одного из больничных корпусов. — Патолого-анатомическое отделение, важно по правилам медработница, но дорогу указала. Отдельно стоявший небольшой корпус уже проглядывал сквозь деревья. Через минуту мужчина был около его главного входа. Корпус был невелик, здесь же никого не лечили. Оба его серо-белых этажа были сложены из панелей. Перед главным входом располагалась небольшая заасфальтированная площадь. Утром на ней скапливалось по три-четыре, а иногда и больше, похоронных автобуса, привезших заплаканных родственников забирать тела близких. Сейчас ни одного катафалка не было. Все они уже разъехались по своим печальным делам по подмосковным кладбищам. Эти соображения машинально возникли в мозгу мужчины, но как-то мимоходом, никоим образом не задев. У него было собственное дело, поэтому не наблюдалось никакого желания думать о делах чужих. Он уже поднимался по широким бетонным ступеням, однако те вели к двум дверям сразу. Мужчина на мгновение задумался. Одни двери справа были явно более широкими, в две створки. Значит, через них выкатывались носилки или выносились гробы после гражданской панихиды. Получалось, что ему в другие, которые левее. Он зашел в здание. Звонить в расположенный рядом звонок не пришлось. Дверь была открыта. Поднялся на второй этаж. На первом никаких входов-выходов не было. Видимо, он весь был доступен только с нижнего этажа. Со следующей площадки наоборот. Можно было войти сразу в четыре двери. Мужчина на секунду задумался, но и здесь загадка решилась сама собой. Три из них были заперты. Как будто рука какая-то ведет. Невесело подумал мужчина. А вот и первый сотрудник появился. Женщина. Не первой, как говорится, молодости. Хотя, может быть, чуть моложе нежданного посетителя. Белый строгий халат, колпака нет, поэтому видны русые волосы, уложенные в аккуратную прическу. И такое же аккуратное, чистое, уместно строгое лицо. Вы кого-то ищете, мужчина? Спросила она. Простите, а где здесь? Тут посетитель замялся, затруднившись с подбором нужного слова. Что именно? Медичка явно куда-то спешила, и ее раздражал незваный и ненужный гость. Ну, операционный зал, наверное, наконец, подобрал он подходящий термин. Где вы тела режете? Лучше бы он остановился на первом определении, без уточнений. Миловидное лицо женщины стало еще суше. Мы тела не режем, жестко сказала она. Мы проводим исследования. Ну, хорошо, пусть исследования, примиряющий поправился гость. Так где этот зал? Вам туда нельзя, заканчивая разговор, сказала врачиха. Поэтому не важно, где это помещение. Еще есть вопросы? Мне можно, не согласился мужчина. Он поставил сумку на пол, расстегнул молнию и достал оттуда не слишком большую металлическую штуковину. Женщина ахнула и замерла. Не надо было быть военным специалистом, чтобы понять смертоносность изъятого из сумки устройства. Вороненая сталь недлинного ствола, выступающая рукоятка затвора, небольшой тоже из металла приклад. Мужчина с характерным клацающим звуком вставил в гнездо стальной магазин с патронами. Мне нужно, негромко повторил он. Проводите меня, пожалуйста. Женщина не двинулась с места, не спуская глаз с дульного среза. Испуг явно сковал ее мышцы. Не волнуйтесь, только теперь сообразил мужчина. «Это не для вас. Вам ничего не грозит. Просто проводите меня в зал». «А для кого?» Похоже, женщина начала выходить из ступора. «Неважно», — ответил посетитель и повторил. «Вам ничего не грозит. Пойдемте». Женщина медленно отодвинулась от окрашенной в казенную зеленую краску стены, повернулась и пошла по коридору. «Пойдемте быстрее», — поторопил ее мужчина, не желавший никаких лишних встреч. «Сегодня здесь больше никого нет», — угадав его мысли, сказала женщина. «Кто отпросился, кто в отпусках?» И снова спросила. «Зачем вы это делаете?» «В отделении ни денег, ни наркотиков, ни больных» после паузы почему-то добавила она. «Ну, один-то есть», — тихо хмыкнул мужчина. Однако врачиха услышала. «Вам нужна помощь?» — спросила она. Странно, но ее испуг явно проходил. «Видимо, возникновение потенциального пациента снова делало ее врачом, а не потерпевшей». «Хотя какие в ее отделении пациенты?» «Да, мне нужна помощь», — раздраженно ответил гость. «Проводите в зал, это и будет помощь». «А что вы будете делать в зале?» Начиная догадываться, спросила врачиха. «Не ваше дело», — откровенно грубо ответил мужчина. Некоторое время они шли молча. Здание оказалось довольно длинным. Наконец добрались до широкой металлической двери. «У меня ключа с собой нет», — вдруг сообразила докторша. «А сразу вы этого не знали?» — разозлился мужчина. Он явно терял даже свое внешнее спокойствие. «Послушайте, как вас зовут?» — неожиданно спросила она. «А это важно?» — огрызнулся тот. «Для меня — да», — спокойно ответила докторша. «Меня, например, Татьяна Ивановна зовут. А вас как?» «Меня Олег». «Олег Сергеевич». Мужчина точно не хотел представляться. Он вообще ничего сейчас не хотел, кроме как поскорее закончить начатое.